Произведение Ивана Тургенева «Касьян с красивой мечи» Я возвращался с охоты в тряской тележке, и, подавленный душным зноем летнего облачного дня, известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особо, когда нет ветра, дремал и покачивался с угрюмым терпением, придавая всего себя на съедение мелкой белой пыли. Беспрестранно поднимавшийся с выбитой дороги из подросохшихся и дребезжавших колес. Как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине, чрезвычайно пологими волнообразными раскатами. Сбегали в нее невысокие, тоже распаханные холмы. Взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства. Вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам. И на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер. Это были похороны. Впереди в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник. Диечок сидел возле него и правил. За телегой четыре мужика с обнаженными головами несли гроб, покрытый белым полотном. Две бабы шли за гробом. Тонкий жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха. Я прислушался. Она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно скорбный напев. Кучер погнал лошадей. Он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее. Но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло. Она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил лошадей, нагнулся с облачка, посмотрел, махнул рукой и плюнул. «Что там такое?» Спросил я. Кучер мой слез молча и не торопясь. «Да что такое?» Ось сломалась. Перегорела. Мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристежной, что та совсем покачнулась была на бок. Однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги. Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось немым отчаянием, поднимало кверху свою ступицу. «Что теперь делать?» Спросил я наконец. «Вон кто виноват», — сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам. «Уж я всегда это замечал», — продолжал он. «Это примета верная. Встретить покойника?» «Да». И он опять обеспокоил престижную, которая, видя его нерасположение и суровость, решилась остаться неподвижною и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом. Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланились священникам, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом. Высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна. Неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к топким, валившимся губам. У другой бабы, молодой женщины, лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача. Поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом. Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалась ее жалобная, надрывающая душу пение. Безмолвно, проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне. «Это Мартына Плотника хоронят», — заговорил он. «Что с рябой? А ты почему знаешь?» «Я по бабам узнал. Старая-то его мать, а молодая жена. Он болен был, что ли?» «Да, горячка. Третьего дня за доктором посылал управляющий. До дома доктору не застали. А плотник был хороший. Зашибал маненько, а хороший был плотник. Видишь, баба-то его как убивается. Ну, да ведь известно, у баб слезы-то не куплены. Бабе и слезы — та же вода. Да». И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу. «Однако», — заметил я, — «что ж нам делать?» Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил сиделку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу. Подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца, и два-то едва в ней вместились, помял-помял табак, перекосил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая глазами, погрузился в глубокое раздумие. Ну что, проговорил я наконец, кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы и задумчиво полез на облучок. Куда же ты? спросил я его не без изумления. Извольте садиться, спокойно отвечал он и подобрал вожи. Да как же мы поедем? Уж поедем, да ось, извольте садиться. Да ось сломалась, сломалась-то она сломалась, ну, а до выселок доберемся, шагом то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, юдиными прозываются, и ты думаешь, мы доедем? Кучер мой не удостоил меня ответа. Я лучше пешком пойду, сказал я, как угодно-с, и он махнул кнутом. Лошади тронулись. Мы действительно добрались до выселок, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело, но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились. Юдиные выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно. Дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души. Даже куриц не было видно на улице, даже собак. Только одна, черная с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас безлая опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сене, окликнул хозяев. Никто не ответил мне. Я кликнул еще раз. Голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой. Худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел. Темно, дымно и пусто. Я отправился во двор. И там никого не было. В загородке теленок промычал, хромой серый гусь, отковыляя немного в сторону. Я перешел во вторую избу и во второй избе не души. Я на двор. По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал лицом к земле и, накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него возле плохой тележонки стояла под соломенным навесом худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия, обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнидую шерсть. Тут же в высокой скворечнице болтали скворцы с покойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить. Он поднял голову, увидал меня и тотчас скачал на ноги. «Что? Что надо?» «Что такое?» забармотал он с просонья. Я не тотчас ему ответил, до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми, черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. «Что надо?» спросил он меня опять. Я объяснил ему, в чем было дело. Он слушал меня, не спускаясь меня с своих медленно моргавших глаз. «Так нельзя ли нам новую ось достать?» сказал я наконец. «Я бы с удовольствием заплатил». «А вы кто такие?» «Охотники, что ли?» спросил он, окинув меня взором с ног до головы. «Охотники». «Пташек небесных стреляете, небось? Зверей лесных? И не грех вам божьих пташек-то убивать, кровь проливать, неповинную». Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. «В нем не только не слышалось ничего дряхлого, он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен. Оси у меня нет», прибавил он после небольшого молчания. «Это вот не годится?» он указал на свою тележку. «У вас чай, телега большая? А в деревне найти можно?» «Какая тут деревня? Здесь ни у кого нет». «Да и дома нет никого. Все на работе. Ступайте!» промолвил он вдруг и лег опять на землю. «Я никак не ожидал этого заключения». «Послушай, старик», заговорил я, коснувшись до его плеча. «Сделай одолжение. Помоги!» «Ступайте с Богом. Я устал. В город ездил», сказал он мне и потащил себе армяк на голову. «Да сделай же одолжение», продолжал я. «Я заплачу. Не надо мне твоей платы». «Да пожалуйста, старик». Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки. «Я бы тебя свел, пожалуй, насечки. Тут у нас купцы рощу купили. Бог им судья. Сводят рощу-то. Контору выстроили. Бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил». «И прекрасно!» радостно воскликнул я. «Прекрасно! Пойдем!» «Дубовую ось, хорошую», продолжал он, не поднимаясь с места. «А далеко до тех сечек-то? Три версты!» «Ну что ж, мы можем на твоей тележке доехать?» «Да нет!» «Ну, пойдем», сказал я. «Пойдем, старик. Кучер нас на улице дожидается». Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа. Он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший. А это, как говорят кучера, первое дело. Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул. «А, Касьянушка! Здорово! Здорово, Ерофей! Справедливый человек!» отвечал Касьян унылым голосом. Я-то сейчас сообщил кучеру его предложение. Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислоняясь плечом к воротам и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал. Его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение. «Разве и тебя переселили?» спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу и меня. «Эк!» проговорил мой кучер сквозь зубы. «Знаешь, Мартын-то, плотник, ты ведь Рябовского-то Мартына знаешь? Знаю, но он умер. Мы сейчас его гроб повстречали». Касьян вздрогнул. «Умер?» проговорил он и потупился. «Да, умер». «Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка». «Мой кучер, видимо, потешался, глумился над стариком». «А это твоя телега, что ли?» прибавил он, указывая на нее плечом. «Моя?» «Ну, телега, телега», повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном. «Телега, а на чем же вы на сечке поедете? В эти оглобли нашу лошадь не вприжешь. Наши лошади большие. А это что такое? «Я не знаю», отвечал Касьян, «на чем вы поедете? Разве вот на этом животике?» прибавил он со вздохом. «На этом-то», подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой кличонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею. «Ишь!» прибавил он сукоризною. «Заснула ворона». Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на сечке. Там часто водится тетерева. Когда же тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее лобочном дне, и Касьян, изжавшись в комочек с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке, Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал. «И хорошо сделали батюшка, что с ним поехали, ведь он такой, ведь он еродивец, и прозвище то ему Блоха, я не знаю, как вы понять-то его могли». Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой, то чаш, продолжал тем же голосом. «Вы только смотрите того, туда ли он вас привезет, да ось-то сами извольте выбрать, поздоровее ось извольте взять». «А что, Блоха, прибавил он громко, что у вас хлебушком можно рожиться? Поищи, может найдется», отвечал Касьян, дернул вожами, и мы покатили. Лошадка его к истинному моему удивлению бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до Сечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку, перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков с белыми как снег зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко плутоватой улыбочкой. Сторговал у них ось и отправился на Сечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне. А что, пташек стрелять идешь, заговорил он, а, да, если найду, я пойду с тобой, можно, можно, можно. И мы пошли. Вырубленного места было всего сверсту. Я признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка, впрочем, его волосы могли заменить любую шапку, так и мелькало в кустах. Он ходил необыкновенно, проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестранно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бармотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку. Да таким пытливым, странным взглядом в низких кустах, в мелочах и на сечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревце и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними. Порошок полетел, чиликая у него из-под ног. Он зачиликал ему вслед. Жаворнок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая. Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал. Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде. Но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака. И желто-белые, как весенний запоздалый снег. Плоские, продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но, видимо, изменялись с каждым мгновением. Они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с касьяном посечком. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше оршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками, почерневшие низкие пни. Круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают труд, лепились этим пням. Земляника пускала по ним свои розовые усики, грибы тут же тесно сидели семьями, ноги беспрестранно напутались и цеплялись в длинной траве, присыщенной горячим солнцем. Всюду рябило в глазах отрезкого металлического сверкания молодых красноватых листьях на деревцах. Всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана да Марьи, кое-где возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травы. Возвышались кучка дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями, слабая тень падала от них косыми четвероугольниками. Другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал, подул вдруг прямо в лицо и как будто разыгрывается. Все весело зашумит, закивает и задвижется кругом. Грациозно закачаются гибкие концы папоротников. Обрадуешься этому ты, но вот уж он опять замер и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные и утомителен этот непрестанный кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня. Он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли. Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы наконец до новых сечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник. На иных листья еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались с неподвижных веток. На других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок грудами лежащих около ярко-влажных пней веяло особым, чрезвычайно приятным горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево. Долго не находил я никакой дичи. Наконец, из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил, он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня. Я услышал после, как он шептал. Грех! Ах! Вот это грех! Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, на котором молодой стройный клен красиво раскинул свои легкие ветви. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепуганных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко растилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются, отвесно падают в те стеклянно ясные волны, листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клычке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто движение то самовольное и не производится ветром, волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все застроится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавший зыбе вы не двигаетесь вы глядите и нельзя выразить словами как радостно и тихо и сладко становится на сердце вы глядите так глубокая чистая лазер возбуждает на устах ваших улыбку невинную как она сама как облака по небу и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания и все вам кажется что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную сияющую бездну и невозможно оторваться от этой вышины от этой глубины барин а барин промолвил друг касьян своим звучным голосом я с удивлением приподнялся до сих пор он едва отвечал на мои вопросы а то вдруг сам заговорил что тебе спросил я ну для чего ты пташку убил начал он глядя мне прямо в лицо как для чего коростель это дичь его есть можно не для того ты убил его барин станешь ты его есть ты его для потехи своей убил да ведь ты сам небось гусей или куриц например ешь та птица богом определенная для человека а коростель птица вольная лесная и не он один много ее всякой лесной твари и полевой и речной твари и болотной и луговой и верховой и низовой и грех ее убивать и пускай она живет на земле до своего предела а человеку пища положена другая пища ему другая и другое питье хлеб божья благодать да водводы небесные да тварь ручная от древних отцов я с удивлением поглядел на Касьяна слова его лились свободно он не искал их он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностью изредка закрывая глаза так и рыбу по твоему грешно убивать спросил я у рыбы кровь холодная возразил он с уверенностью рыба тварь немая она не боится не веселится рыба тварь бессловесная рыба не чувствует в ней и кровь не живая кровь продолжал он помолчав немного святое дело кровь кровь солнышко божьего не видит кровь от свету прячется великий грех показать свету кровь великий грех и страх он великий он вздохнул и потупился я признаюсь совершенным изумлением посмотрел на странного старика его речь звучала не мужичьей речью так не говорят простолюдины и краснобаи так не говорят этот язык обдуманно торжественный и странный я не слыхал ничего подобного скажи пожалуйста касьян начал я не спуская глаз его слегка раскрасневшегося лица чем ты промышляешь он не тотчас ответил на мой вопрос его взгляд беспокойно забегал на мгновение живу как господь велит промолвил он наконец а чтобы то есть промышлять нет ничем не промышляю неразумен я больно смальство работаю пока мощно работник то я плохой где мне здоровья нет и руки глупые ну весной соловьев ловлю соловьев ловишь а как же ты говорил что всякую лесную и полевую и прочую там тварь не надо трогать убивать ее не надо точно смерть и там свое возьмет вот хоть бы Мартин плотник жил Мартин плотник и недолго жил и помер жена его теперь убивает саму же о детках малых против смерти ни человеку ни твари не слукавить смерть и не бежит да и от нее не убежишь да помогать ей не надо не должно а я соловушек не убиваю сохрани господи я их не на муку ловлю не на погибель их живота а для удовольствия человеческого на утешение и веселье ты в курск их ловить ходишь хожу я и в курск и подалее хожу как случится в болотах ночую да в залесьях в поле ночую один во глуши тут кулички расвистятся тут заяцы кричат тут селезни стрекочут по вечеркам замечаю по утренечкам выслушиваю по зорям обсыпаю сеткой кусты иной соловушка так жалостно поет сладко жалостно даже и продаешь ты их отдаю добрым людям а что ж ты еще делаешь как делаю чем ты занят старик помолчал ничем я этак и не занят работник я плохой грамоте однако разумею ты грамотный разумею грамоте помог господь да добрые люди что ты семейный человек нету тебе бессемейный что так умерли что ли все нет а так задача в жизни не вышла да это все под богом все мы под богом ходим а справедлив должен быть человек вот что богу угодно то есть и родни у тебя нету есть да так старик замялся скажи пожалуйста начал я мне послышалось мой кучер у тебя спрашивал что дескать отчего ты не вылечил мартына разве ты умеешь лечить кучер твой справедливый человек задумчиво отвечал мне касьян а тоже не без греха лекаркой меня называют какая я лекарка и кто может лечить это все от бога а есть есть травы цветы есть помогают точно вот хоть череда например трава добрая для человека вот подорожник тоже об них и говорить не зазорно чистые травки божие ну а другие не так и помогают они а грех и говорить о них грех еще с молитвою разве ну конечно есть и слова такие а кто верует спасется прибавил он понизив голос ты ничего мартыну не давал спросил я поздно узнал отвечал старик да что кому как на роду написано не желез был плотник мартын не желез на земле уж это так нет уж какому человеку не жить на земле того и солнышко не греет как другого и хлебушек тому не впрок словно что его отзывает да упокоит господь его душу давно вас переселили к нам спросил я после небольшого молчания касьян стрепенулся нет недавно года четыре при старом барине мы все жили на своих прежних местах а вот опека переселила старый барин у нас был кроткая душа смиренник царство ему небесное ну опека конечно справедливо рассудила видно уж так пришлось а вы где прежде жили мы с красивой мечи далеко это отсюда верст сто что там лучше было лучше лучше там места привольные речные гнездо наше а здесь теснота сухмень здесь мы осиротели там у нас на красивой это мечи взойдешь ты на холм взойдешь и господи боже мой что это а и река и луга и лес и там церковь а там опять пошли луга далече вот как далеко видно смотришь смотришь ах ты право ну здесь точно земля лучше сугленок хороший суглинок говорят крестьяне да с меня то хлебушка то всюду вдоволь народиться а что старик скажи правду тебе чай хочется на родине побывать да посмотрел бы а впрочем везде хорошо человек я бессемейный не посед да и что много что ли дома то посидишь а вот как пойдешь как пойдешь подхватил он возвысив голос и полегче и полегчает право и солнышко на тебя светит и богу то ты видней и поется то ладнее тут смотришь трава какая растет ну заметишь сорвешь вода тут бежит например ключевая родник святая вода ну напьешься заметишь тоже птицы поют небесные а то за курском пойдут степи и такие степные места вот удивление то вот удовольствие человеку вот раздоль это вот божья благодать и идут они люди сказывают до самых теплых морей где живет птица гамаюн сладкогласная из дерев лист ни зимой не сыплется ни осенью и яблоки растут золотые на серебряных ветках и живет всяк человек в довольстве и справедливости и вот уж и я бы туда пошел ведь я мало ли куда ходил и в Ромин ходил и Синбирск славный град и самую Москву золотые маковки ходил на Аку кормилицу и на Цну Голубку и на Волгу матушку и много людей видал добрых христиан и в городах побывал честных ну вот пошел бы я туда и вот и уши и не один я грешный много других христиан в лаптях ходят по миру бродят правды ищут да а то что дома то справедливости в человеке нет вот оно что эти последние слова Касьян произнес скороговоркой почти невнятно потом он еще что-то сказал чего я даже расслышать не мог а лицо его такое странное приняло выражение что мне невольно вспомнилось название иродивиса данное ему Ерофеем он потупился откашлялся и как будто пришел в себя эко солнышко то промолвил он в полголоса эко благодать господи эко теплынь в лесу он повел плечами помолчал рассеянно глянул и запел потихоньку я не мог уловить всех слов его протяжной песенки следующую послышалось мне а зовут меня Касьяна а по прозвищу балаха э подумал я да он сочиняет вдруг он вздрогнул и умолк пристально всматриваясь в чащу леса я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку лет восьми в синем сарафанчике с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке она вероятно никак не ожидала нас встретить как говорится наткнулась на нас и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника на тенистой лужайке пугливо посматривая на меня своими черными глазами я едва успел разглядеть ее она тача же нырнула за дерево Аннушка Аннушка подь сюда не бойся кликнул старик ласково боюсь раздался тонкий голосок не бойся не бойся пойди ко мне Аннушка молча покинула свою засаду тихо обошла кругом ее детские ножки едва шумели по густой траве и вышла из чащи подли старика это была девушка не восьми лет как мне показалось сначала по небольшому ее росту но тринадцати или четырнадцати все ее тело было мало и худо но очень стройно и ловко а красивая личика поразительно сходно с лицом самого Касьяна хотя Касьян красавцем не был те же острые черты тот же странный взгляд лукавый доверчивый задумчивый проницательный и движения те же Касьян сказал Касьян нагнувшись над кузовом да какие славные ай да Аннушка это твоя дочка Касьян что ли спросил я лицо Аннушки слабо вспыхнуло нет так с родственница проговорил Касьян с притворной небрежностью ну Аннушка ступай прибавил он ступай с Богом да смотри да зачем же ей пешком идти прервал я его мы бы ее довезли Аннушка загорелась как мака в цвет ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика нет дойдет возразил он тем же равнодушно ленивым голосом что ей дойдет и так ступай Аннушка проворно ушла в лес Касьян поглядел за нею след потом потупился и усмехнулся в этой долгой усмешке в немногих словах сказанных им Аннушке в самом звуке его голоса когда он говорил с ней была неизъяснимая страстная любовь и нежность он опять поглядел в сторону куда она пошла опять улыбнулся и потирая себе лицо несколько раз покачал головой зачем ты ее так скоро отослал спросил я его я бы у нее грибы купил да вы там все равно дома купите когда захотите отвечал он мне в первый раз употребляя слово вы а она у тебя хорошенькая нет какое так ответил он как бы нехотя и с того же мгновения впал в прежнюю молчаливость видя что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными я отправился на сечки при том же и жара немного спала но неудача или как говорят у нас незадача моя продолжалась и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в высечки уже подъезжая ко двору касьян вдруг обернулся ко мне барин а барин заговорил он ведь я виноват перед тобой ведь это я тебе дичь то все отвел как так да уж это я знаю а вот и ученый пес у тебя и хороший а ничего не смог подумаешь люди то люди то а вот и зверь а что из него сделали я бы напрасно стал убеждать касьяна в невозможности заговорить дичь и потому ничего не отвечал ему при том мы то час повернули в ворота в избе аннушки не было она уже успела прийти и оставить кузов с грибами и Рафей приладил новую ось подвернув ее сперва строго и несправедливой оценки а через час я выехал оставив касьяну немного денег которые он сперва было не принял но потом подумав и подержав их на ладони положил за пазуху в течение этого часа он не произнес почти ни одного слова он по-прежнему стоял прислонясь к воротам не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной я как только вернулся успел заметить что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа и в самом деле ничего съестного он в деревне не нашел водопой для лошадей был плохой мы выехали с неудовольствием выражавшимся даже на его затылке сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной но в ожидании первого моего вопроса ограничивался легким ворчанием в полголоса и поучительными а иногда язвительными речами обращенными к лошадям деревня бормотал он а еще деревня спросил хочешь квасу и квасу нет ах ты господи а вода просто фу он плюнул вслух ни огурцов ни квасу ничего ну ты прибавил он громко обращаясь к правой постижной я тебя знаю потворница этакая любишь себе потворствовать небось и он ударил ее кнутом совсем отлукавилась лошадь-то а ведь какой прежде согласный был и живот ну-ка оглядывайся скажи пожалуйста ирофей заговорил я что за человек этот касьян ирофей нескоро не отвечал он вообще человек был обдумывающий неторопливый но я тотчас мог догадаться что мой вопрос его развеселил и успокоил блохата заговорил он наконец передернув вожами чудной человек как и есть иродивец такого чудного человека и нескоро найдешь другого ведь например ведь он не дать не взять наша вот соврасы от рук отбился тоже от работы то есть ну конечно что он заработник а чем душа держится ну а нес таки ведь он цизморист вот так сперва он со дядьями со своими в извоз сходил они у него были троечные ну а потом знать наскучило бросил стал дома жить да и дома-то не усиживался такой беспокойный уж точно блоха барин ему попался спасибо добрый не принуждал вот он так с тех пор все и болтается что овца беспредельная и ведь такой удивительный бог его знает то молчит как пень то вдруг заговорит а что заговорит бог его знает разве это манер это не манер несообразный человек как есть поет однако хорошо это важно ничего ничего а что он лечит точно какое лечит ну где ему таковский он человек меня однако от золотухи вылечил где ему глупый человек так есть прибавил он помолчав ты его давно знаешь давно мы его мы им по сычевке соседи на красивой то мечи а что это нам в лесу попалась девушка аннушка что она ему родня ирофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь род да сродни она сирота матери у ней нет да и неизвестно кто ее мать была ну а должно быть что с родственница больно на него смахивает но живет у него острая девка неча сказать хорошая девка и он старый в ней души не чает девка хорошая да ведь он вы вот не поверите а ведь он пожалуй аннушку то свою грамоте учить вздумает ей от него это станется уж такой он человек не обнакавенный непостоянный такой несоразмерный даже как сказать вдруг прервал самого себя мой кучер и остановив лошадей нагнулся набок и принялся нюхать воздух не как гарью пахнет так и есть уж этим не новые оси кажется на что мазал пойти водицы добыть вот кстати прутик и эрофей медленно слез с облучка отвязал ведерку пошел к пруду и вернувшись не без удовольствия слышал как шипела втулка колеса внезапно охваченная водой раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось и уже совсем завечерело когда мы возвратились домой домой